МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Меня зовут Зеленов Владимир Владимирович. Я заместитель декана экономического факультета. И сегодня мы продолжаем встречу с нашими студентами в обеспечении вот сегодня на в гостях Диана, которая еще не вышла из статуса студента, но уже одной наоблой стоит занесенная на выпускник. Диана у нас студентка 5-го курса научного форма обучения в гостиничном деле. У нее скоро будет в защите выпускной инфекционной работы. И Диана довольно-таки интересно ведет свою активную деятельность, она довольно-таки плотно интегрирована в индустрию и сейчас, собственно, расскажет нам про гостикинство. Диана, расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что ты попала на эту студентку в индустрию? Мне просто очень нравилось путешествовать. Мне нравилось именно учение. У нас очень много с родными деятелями путешествовали. И я очень скидывала эту информацию. И у меня было желание более угробленную это изучить. Поэтому я нашла средне-профессиональные, где к этому уделяется большое внимание. И дальше мы... А если колледж закончили? Да, я закончила сначала колледж по туризму и сейчас вот по гостинице. Я решила, когда дальше шла, я решила, что, в принципе, на туризме уже есть. И мой компоновать в гостинице будет, по сути, и то, и то. Можно и там, и там, и будет просто более глубокое понимание всего самой индустрии. Потому что за счет гостиницы я поняла, я работала в туризме во время обучения на СПО. Я работала с второго курса, проходила трапочку и работала в туроператоре, оброшел внутренний. И у них были свои отели. И получалось то, что туроператор, у которого каждый год мы покупали какой-то отель, там его реконструировали, приводили в порядок. Обычно это были отели на нашем юге, какая-нибудь ласточка, что-то, фея и прочее. Это все приводилось в порядок. Но фея, по-моему, не наша, но то есть у них было несколько отелей, и они приводились в порядок. Делались очень достаточно темно, красивые виды. Ну, плюс, почему наш юг, это такое достаточно статуричное, очень красивое место. Я думаю, что сложно найти где-то еще такое. Я очень много путешествовала по-нашему югу, ну, там, в Тимунжике. Я все детства в Крыму провела, в Лифаторе, примерно, ну, так получается. И получилось, что там пещеры, всякие каньоны, все очень классно, все очень здорово, всякие мифологии, экскурсоведения. Я думаю, что в процессе я разберусь, куда я больше, ну, разберусь. Это как раз этой темой, да, то, что с малого возраста, и вот оно, как бы, собственно, в будущее оно вывелось. А вот скажи, пожалуйста, а сколько у тебя конкретно уже получается признанного стажа? Не считала? Ну, лет семь. Семь. То есть, что будучи уже выпускницей, ты можешь сказать, что ты довольно-таки уже прочно стоишь в выпуске. Ну, начало прям прочно с точки зрения, что у меня там, я не знаю, я на какой-то очень высокой должности, но понимание, я думаю, что я достаточно прочно, потому что я пережила не один кризис в индустрии, как в одной и в другой, не один сезон, и у меня есть понимание, что такое сезонность, и как это все устроено, и как это работает, например, с точки зрения агентства, туроператора, и продажи туров, то есть формирование пакетов, то есть этот туроператор, я видела, как от начала до конца создается продукт, как он продается, как работают с агенциями, то есть полный цикл был мне перед глазами. Я сначала пришла на стажировку в сезон, и то есть перед сезоном, и там я познала, что такое сезон, особенно я узнала, насколько большое, у меня не было большого понимания, насколько в России... Сезонность влияет на меня. Да, да, я думала, что она как бы, ну, то есть в лето, да... И зима. Лето все на юг, зимой все на север. То есть у нас есть юг, и мы как-то едем на юг, да, я вот ездила с мамой, и, соответственно, у меня были представлены, ну, все логично, все супер. И тут я узнала, что есть просто огромный просто спектр всего. У нас еще был экстерт Азербайджан, у нас еще был, ну, то есть ближний Азербайджан. Ну, понятно, Кавказ. Да, Кавказ был, и, ну, направление это очень было здорово, потому что ребята там прям вообще-то на позитиве всегда были. Хлеб, соль, еда, и там вот туроператоры, это такая маленькая страна, регион, вот и ты там приходишь, у тебя есть там начальство над каждой областью, у тебя есть какие-то свои регионы, у которых своя атмосфера, ты приходишь там, кормят, поют, скубут и встречают, поэтому это было достаточно специфичный опыт, самое классное, что было, и я на это никогда не попадала из-за учебы, из-за того, что я была маленькая. Я пошла работать, у меня не было, ну, там создала договор, но вот так как я была несовершеннолетняя, он был неполный. И получилось то, что есть такая штука, ну, это не состоянка была, а то договоры, там, и сезон, ну, уничтение штата. Есть такая замечательная вещь, как открытие сезона, всегда открытие сезона, которые операции делают открытие сезона для своих агентств, для самых там лучших менеджеров, для своих и для агентских. И они везут их в свой отель, ну, у нас так было, везут свой отель и устраивают там какой-то, это... Корпоратив. Перпоратив, да, это въездной корпоратив, чтобы вы познакомились, не только по телефону общалась, потому что очень часто ты общаешься с телефоном по какому-то менеджеру, с каким-то менеджером, ты уже начинаешь ему просто симпатизировать, потому что у вас так... Вы друг друга понимаете, у вас общий супер-турист был, и вы познали... Зэм. Зэм вдвоем, да, это было очень... Ну, это объединяло, и получалось то, что... Они были тематические, там, например, агент в номер 7, это вот я застала, когда-то было... Какая бондиана, да? Да, они делали как бондиана, но там вопрос того, что начальство просто было такое более живое, жилкое, и они хотели такого вещей, сейчас скажу. Вот, и дальше получалось, было закрытие семиона, и туда люди, весь наш офис, за исключением тех, кого брали на... Да. И первые разы мне как бы работало на постоянке, потому что была несовершеннолетняя, а когда я уже была несовершеннолетняя, я просто по своим обстоятельствам не смогла поехать, но там все равно что-то везут, там, четверку въехать, тройку, у нас и тройку-то хорошее, тоже это свой отель. Ну да, цифра в цифре заключается. Да, и получается то, что вас селят, вас там тасуют, вы знакомитесь со всем своим офисом, и, ну, как это, подразделение, у нас есть... Ну, это такой, получается, даже микропоратив, скорее тимбилдинг. Это и корпоратив, и тимбилдинг, и открытие и закрытие сезона это два в одном, потому что тебя знакомят, и вообще, в принципе... То есть, вначале у вас знакомят, а потом можно обсудить претензии, какие за периоды сезона. Возникли. Прямо уже. У себя там еще программа, и в середине программы, под конец, все уже с другим другом сходились настолько, что уже все хорошо. То есть, правильно я понимаю, что если так вот брать про эту деятельность, у тебя получается люди, которые там, настолько все между собой теплые и хорошие, что хочешь не хочешь, это превращается в некое подобие семьи. Это превращается в подобие семьи, но это как в семье. Сегодня ты поругался. Тебя отбрызли. Понятно. Да. Тебя отбрызли. Бумагу. Да. А потом, как бы, происходит уже другое. Вот скажи, пожалуйста, вот именно с точки зрения работы в отеле, да, но все-таки мы как бы говорим больше по гостиничным делам. Насколько я знаю у тебя довольно-таки известный бутик-отель, в котором ты… Средненько. Ну, известный. Я, по крайней мере, когда услышал именно о нем, я понял сразу же, где это. Вот. То есть, мне даже адрес не надо было называть. Адрес и название. Ну, да. А вот скажи, пожалуйста, вот именно сколько ты вот в этом году сейчас? Больше… Год. Больше полутора лет. Да. Точно не сказано. Там срок уже идет. Год самый. Да, да, да. После встречи в отеле Нового года, у нас типа смена была новогодняя, и я решила, у меня новых годов зло было так много, почему бы мне встретить на работе. Я же так люблю свою работу, я реально обожаю свою работу. Я такая… Ну, то есть, до пандемии я считала, что это вообще просто офигительное место, там такая энергетика, то есть, ты там с людьми общаешься. И я очень переживала, я шла именно за мной в язык. Ну, он есть, я хожу на него с четырех лет. Но вопрос непосредственно в том, вот что… Где была практика с носителями? Она была минимальная. Угу. И тогда я пришла. Ну, то есть, у меня вся литература, все, что… все, например, тоже… Возвращение на английском. И, получается, я пришла, я очень переживала. И получилось, что… У меня был первый вменяемый заезд, это группа канадцев. Там школьники, или это, наверное, где… Даже не школьники, шестнадцать, пятнадцать до семнадцати лет. Ну, подростки. Подростки, да. И получилось то, что у них там несколько сопровождающих, это двадцать два человека. Плюс еще у них дополнительные брони были, это по тридцать лет. Это было очень много людей. И когда первое, что ты делаешь, это заселяешь такое количество людей и регистрируешь их, то дальше… Это сразу же опыт, да? Да, то дальше… Это, грубо говоря, как тебя кинули, и ты поплыл. А тут тебя кинули в течение. А вот скажи, ты английский язык подтянул, да, вот за время работы? Я поняла, что у меня был достаточно хороший, я подтянула терминологию непосредственно… Ну, то есть, ты сегодняшний день свободно общаешься уже? Я крайне теоретично к себе отношусь, но вообще… Люди говорят, что да, да? Да, да, да. То есть, четыре часа беспрерывной беседы с гостями, у которых грустно-одинокко, но я думаю, это дар чему-то говорить. Ну, да. Вот. А вот скажи, пожалуйста, вот такой момент, тоже очень много мы об этом говорим, со студентами, абитуентами, вот потом тоже спрашивают, родители особенно, а насколько индустрия… Ну, все-таки можно сказать, что это индустрия радости, развлечения, комфорта, дружелюбия. Насколько она накладывает свой отпечаток, что вот этот вот момент дружелюбия, он переходит в посредневную жизнь. Есть такое? Ну, а по-двоему будет? Нет. Я кажется, вопрос непосредственно в том, что у тебя меняются отношения к людям, которые гости столицы. Ну, непосредственно ты идешь, и ты видишь человека, который… Ты сразу просто в толпе откидываешь взглядом, ты видишь, например, потерявшегося китайца… Клиент. Которому нужно помочь. Ты… Это как… Это как супермен. Ты вот уже чувствуешь, ты просто тут идешь, и ты чувствуешь, я не знаю, с затылком, что вот тут вот сейчас где-то… Особенно с коплением тебе вокзала, я когда еду домой, ну, с вокзала, получается, с… Ну… И получается, что там вокзалы, и ты раньше, возможно, проходил и даже не замечал, а теперь ты идешь, и ты видишь этих потерявшихся людей, которые надо объяснить и направить, и ты точно знаешь, что они спросят, потому что они всегда… Это не те же вопросы, собственно, как у студентов. То есть это… Это профильная информация, которую им надо штамповать, и ты просто видишь эти грустные, овеси глаза, навитые болью и непониманием, особенно учитывая, что у нас очень различается алфавит и письменность, и когда ты… когда они приезжают, и видят русский и английский, а мы совершенно другое, то они впадают просто в лютейшую панику, и они всегда едят, ну, группами, они… Ну, то есть ты лучше начинаешь разбираться вот в таких вещах… Психологически, да? Да, 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 психологически, с национально-психологически, то есть сарабами надо так, китайцы надо так, с индусами вот так. Ну, то есть… И ты понимаешь, кто перед тобой, и ты знаешь, примерно, психологию этого человека. Ты, например, знаешь, что, если перед тобой женщины из Арабских Эмиратов, или мужчины из Арабских Эмиратов непосредственно за гражданством, то тут… это, как обычно, это, скорее всего, очень приличные, воспитанные люди, но… которые задушат абсолютно своим запахом все помещение, они так изгоняют злых духов. И тебе придется потом ионизировать и… Ну, парфюм, да, они любят… Это как бы, к слову, об… Менталитете. Это нельзя запрещать, иначе для них это будет, грубо говоря, ну, как оскорбление. Ну, даже не совсем оскорбление, сколько выживет легкую недоумение, да, от того, что происходит. Почему? К женщинам нельзя, например, не могут заходить мужчины-уборничные, приносить им что-то, заходить в их номер, они просят, кто-то будет видеть охоту, то есть у них это отрициально. Вот, то есть ты должен понимать с кем-то работать, как… как… какой менталитет. Еще в отелях часто предлагают комплиментарный алкоголь, ну, шампань. Ну, соответственно, арабские страны у них оставляются. Да, можно нарваться, если ты предложишь арабу, то ты услуешь оскорбление. И хорошо, если этот араб понимает, что, например, нельзя так. Но есть арабы, которые в фольятке ищут, уууу… им это нравится, то есть особенно у вас специалистов. Да, остановись. Вот. Но, с точки зрения как бы понимания менталитетов наших гостей, да, здесь это важно. Широты менталитетов, и даже понимания менталитетов своих русских, потому что, которые потом… Но, опять же, да, вот приезжают ребята, которые там, допустим, из Питера, в Москве остановились, и те ребята, вот такой момент с точки зрения если мы возьмем индустрии приемства что в ней есть такого особого общение как и в нашей стране как и зарубежно то есть это как путешествие вот но находясь в одном месте это когда путешествуют теперь и все эти люди приводят свое что-то новое и ты каждый раз узнаешь что-то особенности их культуры мобилитета и общение это очень сравнимо с тем что я пока училась не особо была возможность путешествия это реально было путешествие на работа локтур операторе это было по другому у нас там только внутренние немного китайцы здесь и всегда и получалось то что когда я работала в отеле это оказалось очень по-другому я пришла вот такие вот глаза я познакомилась с системами работы на которых функционируют отели и когда я поняла вот просто с первого дня что это здорово там общаешься с людьми от твоего посыла и твои эмоции это очень много зависит я помню в первый день написали так вот ну то есть помимо моей группы канадцев потому что в первые дни были арабы и я с ними до этого не сталкивалась меня так напугали и значит я иду я иду их встречаю и показываю и я так волновалась и они просто увидели девочку вот с такими глазами которые трясется вот так и они такие вот что я придаю типа я ему объяснила что и так они не переживают я тебе все оценки поставил они там 10 раз отзывы их там было несколько человек они там не 10 говорят сколько их было каждый оставил отдых положительно да 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 прям максимально и они такие отмечают еще ну это конечно есть так везде и положительные и отрицательные эмоции это большая работа с возражениями и я такой человек который если вы дежурок не расслабляете есть да если есть какие-то прям я воспринимаю это на свой счет потому что у нас маленький отель и ты над ним крышуешь но на самом деле как до стрелян довольно таки эмпатичная и нужно понимать с кем ты как вот я могу заметить да вот такой момент у нас когда мы выбирали службоприемное измещение которые у нас есть еще люди нашего университета ребята набирали как бы исходя из знаний языков из приятного как бы там общения ну как они коммуницируют и тому подобное и ну ребята разные были просто получается полгода работы просто с ума сойти насколько у них эмпатия стала развиваться то есть эта индустрия она дает мощный толчок стимул для того чтобы это развивалось в случае что это были нет и вот например тоже у нас были нелюбимые которые делали себе такой своего рода челлендж которые пошли вроде как попробовать и сейчас одни из самых активных в плане общения в плане работы с гостями а вот скажи да вот это вот что касается профессиональной деятельности ты у нас училась ты у нас работал соответственно как библиотеки который у нас когда ты приходишь в отель там более маленький штаб потому что операторы там 200-300 человек а тут у тебя маленький штаб и тебе относится по-другому когда ты долго работаешь они понимают что у тебя учеба и и мы получим эпатизм что например у тебя профильная учеба и она дает тебе скажем плюс и преимущество в здании и понимание каких-то вещей доработки мы по ходу зарабатывать наполнение обслуживание то есть у нас был контакт своеобразный с управлением и мы с ними до сих пор не потеряли все это может зарабатывать какие-то новые вещи да это диалог и достаточно приятно после тогда ты что-то понимаешь и что-то знаешь потому что не всегда даже твое управление училась в конце концов взгляд замыливается со временем свежие идеи не понимает как она работает просто потому что он не понимает почему должна работать а может оказаться о том что как раз именно эта идея которая работать не должна она оказывается очень даже правильный новым подходом как раз витком право развития этой революции индустрии которой не хватало потому что конкурентность у нас вот в рынке довольно таки высокая и как раз если тоже можно сказать только предпринимательство несколько лет назад ездили на мероприятие и один из завиданных предприятий сказал что любой малый предприятие он считает как крупный но если мы говорим про маленький отель то он максимум что может сделать это взять делать себе сетевое такое значение то есть делать свой бизнес сделать в другом самому по себе дальше здание ты не вырастешь ну в рамках пространства можно новое здание поставить рядом да там или как-то но все таки но я собственно вопрос хотел мне в этом задать вот ты у нас девушка очень активная и насколько я знаю все свободное время ты посвящаешь творчеству вот насколько я знаю ты являешься у нас косплеем да это вот как сейчас называется модель косплеем расскажи об этом потому что как бы на самом деле маленькое такое замечание у нас довольно так ребята которые работают учатся у нас в нашем направлении работают в нашей индустрии они имеют много энергии которую хочется иногда в чем-то выражать выражать подобное вот я я думаю это еще с возрастом происходит и например вот на стойку влиял но это очень тоже с удовольствием степени у нас пересекается потому что есть девочки модели которые например хостес работают на мероприятиях встречают это уже когда работаешь тебя твердым какая-то работа достается то что ты не встречаешь общаешься соединить и точно так же с иностранством у меня было несколько единородных контрактов и мы работали непосредственно и международных выставках и просто когда тебе подходят разработчики это другой язык это понимание общения и когда ты еще работаешь в индустрии становится интересно потому что они тут гости и когда люди там слушать с анджелес и европы приезжают для них это приятный бонус плюс почему ты учишься общаться и ты учишься не закрываться и когда к себе подходят и закаларивать на английском очень многие такие ступор когда ты такой окей час тебе жизнь не просто стоишь с такими глазами и у тебя проносит вся жизнь перед глазами даже если ты тебя очень хорошо я на это не подписывался и получается что в какой-то момент тебя просто переключает и ты понимаешь что либо ты сейчас что-то делаешь либо ты просто да и ты начинаешь как-то грести и получается очень приятное общение даже если ты где-то ошибаешься люди это все прекрасно понимают и для них безумно приятно что ты идешь с ними на контакт даже если ты просто пытаешься объяснять жестами например мы работали на стенде и получалось то что это чудо-женщина и тогда это было столько было комик-кон и туда пришла художники которая рисовала чудо-женщина участвовал в создании фильма очень одного и это ладно я не буду называть там получается у нее муж он тоже рисует комиксы но его проклинает вообще просто все любители комиксов получается джилл томсон если кто-то знает она рисовала чудо-женщина она пришла на стенд и у нас было несколько две модели и они это получили еще персонажа и эти люди приходят на что приходит мальчик переводчик я просто знаете как мультик хуя такая челюсть откатывает это какой тяжелый она меня в броне на руки брала просто волшебная тетя и там за полцов скажи наверное 60 уже она тренингся просто как бы с шинами контактируем в инстаграме и получается это очень классный потом там арты принесла и так далее идешь на контакт без проблем и там очень много авторов приезжает и ты с ними общаешься очень много разработчиков и просто людей то есть мы ни в коем случае не учеркиваем и ты учишься коммуницировать даже с теми кто ведет себя не корректно то есть работа с возражениями конфликтами да 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 ну и плюс ко всему очень часто бывает скажем девушкам скажем такие ярые гики они подходят и очень часто у меня подруга например в бульнете была и подходили ну чё сколько отыграла что ты знаешь ты не достойна этого персонажа она такая башня в этом парике получалось два двадцать она просто идеально обладает его образа я не понимал господи люди 8 7 я как бы ниже чем она достаточно сильно и в чудо-женщине там уголь да вот я считала он проявляется везде и я просто читала автокадом сколько там каблук где нашла до кошка по высоте каблук у меня рост как угадут и я так как раз ну давайте уж в каблук каблук в одном 9 а в другом 12 и у меня игра мир 12 и значит я сначала вообще не могла ходить на каблуках сейчас я на них летаю просто я на них бегаю у меня вот эта подруга которая была такая через год приехала такая говорит ты ж не умеешь ходить на каблуках я только моргнула ты уже убежал только говорил там еще пистолет находила вот так это просто что-то с чем ты вообще это такое учиться нестандартно мыслить это очень полезно и любая такая диплом сдам и поеду фоткаться я не очень долго потому что женщину снимали на лошади у меня было сначала фитнес из голодных игр у меня просто я была знакома со всем фандомом я вела сходки не было 16 и не получали с этого абсолютно ничего но это было так здорово я боялась вести у меня была папочка я так боялась исти рассказывать и там я научилась разговаривать с людьми на первом меня друзья записали я случайно шел костюм ну это у меня бывает и друзья меня писали в фестиваль ты выходишь на сцену а потом ты случайно это перебарываешь выступаешь не важно как будто главное ты вышел и считаешь что когда ты вообще-то противопомогите я не с вами а дальше получается у тебя жизненно стоят фоне-фоне и там еще больше там 50 60 тысяч человек сцен стоит еще народу точно больше чем 6 тысяч и ты выходишь там это музыка и там этот напор и ты такой просто помоги мне еще когда привозят каких-то звезд это вообще очень травмоопасно это был мой первый это был мой первый гранит тогда это было несколько лет назад и уломали крат выворачивали руки кидались трусами на сцену нижним бельем это весело у нас на самом деле мы на наше направление подготовки достаточно часто ходим на подобные мероприятия потому что игроконы и гранируем мы посещаем но к сожалению свою жизнь у нас сложнее потому что со студентами но вот довольно таки люди поэтому как бы вот эта тема для нас она прям очень близка а вот еще что я знаю и получается что в подозрительной организации мы ходим к детям в больнице и костюмах непосредственно еще работаем там это считается читалось официальным запасом и делаешь этот костюм во всем правилам справились ткани это тоже добавила к моему синдром мультиков я теперь ткани различают разнопланово и это тоже кстати очень полезно когда ты такой подходишь видишь что у тебя клининг в отеле чистится штору из такого-то материала тем что ее нельзя чистить ты просто за километр просто глазом такой со своей подожди руки вверх не трогаем и не дышу вот то есть все равно широко применяемое и я как раз фанатела и начала помогает мы делали флешмоба в олимпийске на сути адресе 50 тысяч человек попробуйте раздать целому олимпийскому шарик я на вас посмотрю и объяснить когда их можно включать и когда их нельзя включать а еще это все модерировать это просто просто взрыв мозга поэтому поэтому когда ты в отеле у тебя уже там не 60 тысяч человек а там 20 ты такой ну в принципе на шквары были и хуже и тоже там собирая последний раз я делала акцию девочка дизайнер делала брошки и мы эти брошки напечатали т.е. мы такие бронзированные и нам продавали на несколько тысяч баксов и половину подарили жизнь и половину подарили жизнь и половину в фонд и мейджин джеконс который фонд Сайгора Роберсона для борьбы там без какого-то дайвана ну вообще там в принципе с этим все разные такие вещи вот но это немножко тяжелая тема ну да но в то же время я хочу сказать что у нас почему-то такие вещи очень болезненные личности мы ходили вот в студеном мы ходили к детям которые ну в документе до всего мы ходили в обсервацию в детстве которые лежат и я хочу сказать что это были очень сильные дети и у нас были ребята которые с нами ходили в нашу организацию которые например не сдерживали себя или там взрослые маленькие но они настолько эти детки сильные а некоторые настолько маленькие что они этого просто не понимают и для них это просто вот именно то что для них все одно и все единое мы разговаривали с волонтерами которые пытаются на протяжении каждого дня придумать за них игры и развлечения угры если кучу на столах подарков это для ребят это был настоящий праздник и вот именно вопрос не того что ты видишь людей от детей отдачу даже а вопрос того что ты видишь усталые глаза родители которые просто тебе безграничны благодарны за то что ты даже зашел и там очень сложно там нужно понимать когда ты можешь зайти потому что некоторые детям настолько болезненные процедуры что они должны выходить в палат и там была девочка которая говорит можно мне теперь игру взять дополнительно мы провели больше чем у детей можно взять вот там ребята не лишние там и сестры скажем так некоторые сестер относились ночью я понимаю тут сложная работа и она делает себя более жестким но которые волонтеры подарили жизнь они просто я хочу сказать героически там и семисотки которые просто героически на то что уже на работе каждый день на ежедневной основе когда ты видишь даже в отеле вот эту миграцию людей которые приходят и приходят ну ты понимаешь что их жизнь продолжается а тут ты видишь достаточно сложно такие вещи и события и получаются эти маленькие детки они очень долго несмотря на то что они тренинг очень сильно закрыты и вот именно то что ты разговариваешь с ними на по рисуешь на хоть какой-то общий язык потому что потом ходили просто по палатам и раздавали подарки но обязательно спрашивали либо оставляли потому что кто-то ну вот он просто не может достелить видеть за них это сложно но таких ребят было прям петеницы и в другом мы с ребятами у которых нарушение мировой системы дом с милком ходили это же очень классная организация вот у них мы проводили тоже все-таки свои активности и там делали мама с ребятами там очень много интересных ребят там мальчик рассказывал как он собирал и разбирал холодильник то что он может собрать и разобрать абсолютно любую технику мальчик у которого минимальная подвижность конечности только в руках несколько пальцев собрать и разобрать холодильник это очень талантливые дети то есть и у них где-то чего-то с точки зрения нас не хватает но им столько дано и ты просто смотришь на них и на их очень большое уважение к родителям и ты понимаешь что человек который ухаживает он очень устает и когда он видит что кто-то проявляет внимание искренне и не снисхождение а именно внимание когда с человеком общаются с человеком это очень важно в любой ситуация это в отельной любой деятельности то что ты общаешься с ними на их уровне и на их интересах мы с вами будем обсуждать какие у вас интересы с одногруппниками точно так же и с ними ты просто знакомишься с человеком не знаешь кто он и что потому что некоторые они очень закрыты и на самом деле это любой созвон на пять минут превращается в два-три часа разговора по телефону а вы регистрируете в личном кабинете на сайте РДСУ идите к нам на нашем новой подготовке у нас интересно у нас захватывающие и они научат вас общаться с ними а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...